МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадо и компании Гомель, у студии працуя Светлана Князева, глядите в этом выпуске. Справдеть детячая мара, старшиня Гомельского благосканка Магина Целовей сегодня с подарунками-веншаваньями наведал шмадзетную семью. Новый виток супрациониста. Белорусские нафтовики запускают в эксплуатацию черговый газовый промысел в Сибири. Самый утульный и пригожий Мазырский район стал переможцем областного споборництва по доброму парадкованне. А зараз об этом и иншим больше подробязным. Мероприемства акции «Наши дети» протягивают радовать маленьких же хоров Гомельшины. Сегодня старшиня благосканка Магина Целовей с подарунками и веншаваньями завитал до шмадзетной семьи Поповича. Разом с батьками гостей сустракали три сестрички – Валерия, Аурора и Маргарита. Гостиную семью наведала и наша здымочная бригада. Поповичи до такой уваги не привыкли, тому крыху хвалявалися. Але перед Новым годом якие только отсюда не здараются. В эти дни справживаются самые заповедные ожидания. Три дачки Марии и Вячеслава докладно поверили отсюда. У своих листах до Деда Мороза Лера просила фитнес-браслет. Девчонка пятый год займается плаванием и такая речь – необходность. Аурора марила об роликах. Самая молодшая Маргарита чекала пригожую ляльку. И все три жадания здесь не леся. У якости удержанности гостям за подарунки Аурора читает верши. Ёлка, свечи, фейерверки – вот что значит Новый год. Лишь бы счастья и здоровья в каждый дом он принесет. Мандарины купит папа, а мама испечет нам торт. Никогда не будем спать в ночь – вот что значит Новый год. Дарыши Мария 12 годов провела в детяшем доме. Ее мать и тату позбавили батьковских правов. К тому же с юнацства марила об уластной великой и дружной семье. С мужем Мария познайомилась в 10 классе. Их шлюбу – 11 годов. В наступном годе, когда семейный капитал можно будет тратить на поляпшение жилевых умов, папа, в общем, планует скористаться таким правом. Это, кажут, значная допомога от державы. А сегодняшний визит Геннадия Соловья – великий гонор. Три дня переживали, собирались, готовились. Это очень, скажем, почетно. В Гомельской области маль три с половой тысячи сирот, 57 тысяч детей сашмадетных семьях, больше 1850 детей-инвалидов и полторы тысячи хлопчиков и девочинок, которые находятся в социально небезпечном становище. В эти дни так важно подарить клопот и увагу каждому из них. Акция дает возможность побывать в семьях, побывать вместе с детьми на их и наших мероприятиях новогодних. И, конечно, исполнить их пожелания, как и каждого ребенка, пожелать им самого лучшего пожелания в текущем году завершающими и на следующий год. Акция «Наши дети» завершится 10-го студеня. С областного бюджета на проведение новогодних мероприемств для маленьких же хороу региона выделили омаль 55 тысяч рублей. Далее, в першине у Гомеля прошел баль для молодых. На начале 2020-го отбудется первый кадетский баль. Марина Джалая, Александр Харлампов, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Попередние выники работы у Галинея живелого доуле региона подводили на областном семинаре на Раде с отделом старшины Гомельского облаконка Геннадия Соловья. При этом у центра уваги выключено проблемное питание. Крытицы губернатора подверглися як районы у целым, так и особные господарки, які допустили знижение надою и прибавлений. Только в каждом третьем районе в области выробили молока больше, чем за той же период 2018-го. Лидер – Мазырский район с темпом росту 112%. Угорш за усе ситуация в Будокошалевском и Ветковском районах. В агропромисловом комплексе усе тесно взаимозвязано. Приваги и надои шмат учим залежать от ураджаю и нарыхтуки кормов, чем многие наши господарки похвалиться не могут. Отстают по культуре землеробства. Однако основный фактор, який уплывая на агульную нерадостную картину у Живелогадовли – отсутность належного ставления до працы и контролю сбоку керавников, у тымліку старшэнів райвы конкамов. У якості доказу приклад, коли у одной господарцы на ферме «Парадок» живелы сытые и у тепле, а у суседней того ж района – усе надворот. А тюлі жорсткое потребование губернатора. Распрацаваць у кожным регионе и у кожной конкретной господарцы дорожные карты и планы потребований до работников. На фермах повинна быть диктатура технологій. Керавник региона отзначил – головная задача две – накормить и надоить. Сегодня наша самая главная задача – наращивать объемы производства молока. Это та продукция, которая сегодня востребована, за которую сегодня молочная компания платит денежные средства. И сегодня эти деньги, которые необходимо направить на заработную плату. Выконание показчиков под строгим контролем керавництва в области. При этом Геннадь Соловей подкреслил, что молока не будет, если належная увага не будет надаваться рослиноводству. Закранули на посаджении и тему «Одновление статка». Губернатор поставил задачу забеспечить молодняку лепшую умову утримания и кормления. Новые рекорды. Повночный актив «Беларуснафты» компания «Янгпур» повеличила здобычу газу пять разов, дякуючи новому промыслу на мятельном родовище. Он складается с шести сведровин. Это установка под рыхтолки газу и стабилизация газового конденсату. В эксплуатацию уведенная первая и другая линии. Зараз «Янгпур» на мятельном родовище у сутки здобываю полтора миллионы кубометров газу и 170 тонн газоконденсату. По выникам года на этом родовище компания планует отримать зверх 230 миллионов кубометров газу и амаль 33 тысячи тонн газоконденсату. В наступном году реконструкция и удовольствие новых объектов протягнется. До весны запустить третью технологичную линию. Это позволит выйти на проектную могутность газового промыслу. И она превысит 2 миллионы 270 тысяч тонн газа и 250 тонн газоконденсату за сутки. Зараз компания «Янгпур» – сирот лидера у российского рынка. На форуме «Биржевый товарный рынок-2019» в Москве предприемство признано лепшим незалежным продавцом у секции «Газ природный». За 2019 год показчики, поздобычи вуглеводородной сыровины, заявляются рекордными за всю историю иснования «Янгпура». Этот год он был самый успешный, следующий ожидается еще на более высоком уровне. Были открыты месторождения «Богдановская», запасы в России на 150 тысяч тонн. Это все позволяет нам наращивать. И приобретение на аукционе в Екатеринбурге победа в аукционе по Южно-Тодоотенскому участку дает нам высокие перспективы на будущее, в том числе и на последующие годы в развитии и наращивании объема. Мазырский район стал переможцем областного споборництва по доброму парадкованию. Диплом первой ступени был уручен на керавництву Раевы Конкама на опошнем поседжении областного выканавчего комитета. Сокрытыми по успеху подзекавилися наши корреспонденты. Старшиня Мазырского Раевы Конкама Алена Паулечка еще не узгадывает ой день с хвалеванием. Уреште быть переможцем саправды и приемна, и гонорова. У районе гэтая новина стала галунной. На протягу года зроблена саправды шмат. Процесс доброупорядкования в Мазырском районе явна неразовая акция. Тем более, что работы ведутся однодчасово по некольких накерунках. От культуры землекористания да непосредственно доброупорядкование. Необовязковые они должны быть масштабными, но зауседы необходимыми. Все это, например, у Мазыры надали новый выгляд кургану славы со створением аллеи военной техники. Прасовали все. На суботники приходили работники предприемствов, депутаты, представники громадских организаций. Ся родстворанга у гэтым годзе так сама закладзенная у вересні аллея маті. Древы тут садзели люди, які унесли значную клату разведцю района. Все літа, до речи, зеленая зона Мазыршаны повеличилася больше як на 10 тысяч древ и кустарников. И в протяг темы ушановання маті. У гэтым месяце у 11-й школе открылся музей женщин Мазыршаны. На стендах история больше як 50 героинь, якими можа гонориться регион. Очень много женщин у нас охватили большой круг и ветеранов, и героев Советского Союза, и матерей, а также и политика, и лидерство. Выделили все категории женщин. Дарыш и тематичные музеи зараз творены во усіх школах Мазырского района. Пришым многие открыты у гэтым годзе. Недзя сабрали материалы об істории населенных пунктов, недзя о природных асаблівастях. Тут все правды йошим гонориться. Тие ж мазырские яры, які можна назвать резиночкой районного центра. У перспективе уникальный мясовый ландшафт може стать основой для развития особного туристичного некерунку. Некоторые планы огучиваются уже зараз. Благоустроить это, дополнить какими-то объектами инфраструктуру и прочее, чтобы это стало более известно, более масштабно и, можно даже сказать, безопасней для того же населения, чем есть сейчас. Яшедзинный керунок – створение социальной инфраструктуры. Тут работа так само ведется одночасово по некольких позициях. От створения дитячих городков до открытия гандлёвых центров. Всё лето, например, у городе з'явился гипермаркет с гандлёвой площадью больше 10 тысяч квадратных метров, где пропонуют товары, каля 40 арендаторов. Мясовые жары кажут, что это очень удобно, каля у одном месте можно набыть всё необходимое. Городу нужен, да. Таких городов нет больших центров. Большой, очень красивый, просторный магазин. Объединяет в себе очень много магазинов. Мазыр расте. Всё лето практически завершилось обудауництво 11 микрорайона. Вызначено и ещё несколько плясовок, где в наступном году будут узводить жильё. 2020 для мазыра у Вогули станет особливым. И не только тому, что город означает 865-годовый юбилей. Сгодно с планом Аблвыконкама по доброупорядкованию населенных пунктов, у райцентры будут проведены масштабные работы. Большая, грандиозная программа разработана и согласована на уровне Умерско-областного исполнительного комитета с сложением денежных средств по расширению наших улиц, потому что сегодня мы видим в этом необходимость благоустройство дорожного покрытия, придомовых территорий, ну и, конечно, благоустройство города. Поэтому это касается и парковой зоны нашего благоустройства. Ну и, конечно же, не будут останавливаться на достигнутом. Будут проведены капитальные ремонты нашего жилищного фонда. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» из Мазера. Задача номер один – информование об изменениях в Працовном кодексе Республики Беларусь, которые уступят усилы в студии 2020 года. Гомельское областное объединение профсоюза на посажении президиума вызначило основные накерунки работы на первые месяцы будущего года. В сфере социального партнерства акцент должен быть сделан на налаживании диалога профсоюза с працовными и наймальниками по теме новаций Працовного кодекса. Володость ведами повинны ободвобаки, так же, як и выконывать свои обвязательства. Задача сочить за этим ускладена на профсоюзы. Только селита за 11 месяцев у регионе было зафиксовано свыше тысячи поручений Працовного законодавства. Дякуючи работе профсоюзных специалистов, працовным вернули сотни тысяч рублей, не которых одновили на посадах. Выплатили почти 320 тысяч рублей. То есть работникам, которые были незаконно уволены, которые восстанавливали на работе. В частности, восстановили уже 9 работников в этом году. И еще одно питание, вынесенное на обмеркование, уведение в наступном году коллективной отказности за порушение правилов и нормы працовной безопасности. В регионе працуются 11 тысяч громадских инспекторов. Однако, на жаль, этот факт не сприяет изменению фактов травмирования и смиротных выпадков новотворчасти. Может быть, если за порушения специалистов будут нести отказность их коллеги, ситуация изменится в лучший бок. Поспробовать увести коллективную отказность вы решили на прикладе одной галины и оценить эффективность меры. Когда не открыть это, то обовязково новый науковый выник. Сегодня у Гомеля пройшлась встреча науковой громадской Гомельщины со старшинной высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь по вопросам написания и обороны кандидатских и докторских диссертаций. В нашей стране в среднем годе 550 беларусов пишут науковые працы, обороняют их и отримывают новые ученые ступени и звания. Все лета эта лечба снизилась на 25%. Однако, разом с тем, взросла якость предоставляемых на аттестацию материалов. Сустреча была выкликана необходностью тлумошения перспектив удосконаления процесса подрихтовки кадров высшейшей квалификации. У Гомеля огромный потенциал. По всем учреждениям образования и научным организациям работа ведется достаточно активно. Но мы, конечно, рассчитываем на то, что эта активность будет возрастать. Беларусь интегрируется в международное пространство, научное пространство. Появляются все новые и новые какие-то, скажем так, возможности и для реализации своих собственных научных программ. В этом свете очень небезинтересно не только нашим сотрудникам, но и в целом научной общественности города Гомель услышать какие-то нововведения из первых уст. На встрече присутничали ректоры и проректоры ВНУ Гомеля и в области, а так само аспиранты, яким необходимо для профессионального роста оборонять диссертацию. А махчимы и не одну. После уводного слова главного гостя начался диалог в формате «Пытание с залу. Отказ с президума». Конфетти, подбой курантов, карагот и караоке чекают зигамельчан у новогоднюю ночь кале головной елки. Святочная программа «Елкин дрым» на площади Ленина распочнется у 23 годины 31-го снежня и завершится празд 4 годины. Новогодний марафон включает выступления артистов, конкурсы, дискотеку, народные караоке. Всю ночь разом с гостями будут галонные герои свята Дед Мороз и Снягурка. Глядачы смогут поудельничать у розыгрышей призов от предприемства города. Гуляни с танцами и музыкой пройдут на плясовках у разных районах Гомеля. Как удокладнили организаторы свята, у выходных билетов не потребуется. Только усмешки, позитив и веселая кампания. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале Беларусь 4 в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. Долгожданный снег, который выпал на выходных из-за резкой смены плюсовых температур на минусовые, не вызвал радости ни у пешеходов, ни у водителей. Сегодня утром дороги в некоторых районах обледенели, а вслед за ними небезопасными стали и пешеходные дорожки. В Лельчицком районе в Кювете на своей Тойоте побывал 18-летний водитель, а вместе с ним и два пассажира, находившихся в авто. Это случилось на автодороге Лельчицы-Туров. Водитель попытался объехать дерево, которое повалило на трассу порывом ветра. Резко принял влево, но не справился с управлением и съехал в Кювет. На заснеженной и скользкой дороге автомобиль занесло, а за пределами обочины он перевернулся. Водителю и двум пассажирам понадобилась медицинская помощь. Накануне пятницы в Гомеле под колесами автобуса погиб пешеход. Наезд случился на улице Жемчужной в районе дома номер 297А. Маловместительный автобус спас, насмерть извил 50-летнего пешехода. Тот переходил дорогу в неустановленном месте. Уже известно, что мужчина не был обозначен фликерами и находился в состоянии алкогольного опьянения. Беспечность стоила жизни жителю Жлобинского района. В деревне Скепня произошел пожар в частном доме. О возгорании сообщили соседи. К моменту приезда пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Горела мебель и потолочное перекрытие. Из окон валил дым. Как только спасателям удалось локализовать пожар, они проникли внутрь и обнаружили там хозяина, который не подавал признаков жизни. Мужчина лежал в комнате на кровати, как раз там, где и находился очаг возгорания. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. В преддверии новогодних праздников МЧС напоминает. Курение в состоянии алкогольного опьянения – верный путь к ЧП. Тем временем в МЧС отмечают, в предновогодние дни возрастает нагрузка на электроприборы. Поэтому пользоваться ими нужно, соблюдая требования инструкции и правил безопасности. Нарушения в области эксплуатации электрооборудования привели к пожару в Гомельской многоэтажке на улице Макайонка. В одной из квартир накануне загорелась стиральная машина. Но хозяева успели отключить от сети и потушить. Пострадавших нет. Это вся информация на сегодня. Оставайтесь на Беларусь4. До свидания. Эфир телеканала «Беларусь4Гомель» продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В эти минуты завершается последний в этом году гостевой поединок экстралиги чемпионата Беларуси по хоккею «Металлорг» встречается с Гродненским Неманом. Второй представитель нашей области Гомель проиграл юности в последнем матче этого года. 2-4. Открыли счет гомельчане. На девятой минуте забросил шайбу Хузеев. Затем гости сравняли 1-1. Во втором периоде команды не порадовали своих болельщиков. В завершающей 20-ти минутке хоккеисты юности забросили еще три шайбы. Собхи из Гомеля уменьшил разницу. Однако команде это не помогло. После финальной сирены на табло горели цифры 2-4. Гомельские спортсмены вошли в десятку лучших по итогам 2019 года. По мнению СМИ в списке оказались представительницы гребли на байдарках и каное Ольга Худенко и Марина Литвинчук. Тяжелоатлет Евгений Тиханцов и Ольга Силкина, представляющая современное пятиборье. К слову, лучшей командой в неигровых видах спорта стала сборная по гребли на байдарках и каное. А Геннадий Галицкий вошел в тройку лучших наставников, которую возглавил Владимир Шантарович. Жемчужина Полесья заняла третье место на Кубке Беларуси по волейболу. Мазырянки в споре за бронзу обыграли Могилевский коммунальник 3-2. В финале встречались Минчанка и Прибужье. Волейболистки из столицы обыграли Брещанок со счетом 3-1. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Оставайтесь на Беларусь.